Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин, и мы с вами на портале exeget.ru. И сейчас мы с вами поговорим о четырех мессианских пророчествах, которые находятся в книге пророка Захарии. На самом деле их больше, но сейчас мы поговорим только о четырех. Первое пророчество находится в третьей главе с 8 по 10 стих. Давайте его прочитаем и разберемся. Выслуши же Иисус, Иерей великий, ты и собратья твои, сиящие пред тобою, мужи и знаменательные. Вот я привожу раба моего отрасли, ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом на этом одном камне, семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и сглажу грехи земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будьте друг друга приглашать под виноград и под свою смоковницу. Давайте здесь мы прочитаем, и пускай вас не удивляет имя Иисус, которое здесь встречается. Когда у христианина спрашивают «Иисус», у него сразу так автоматически появляется такая мысль «Иисус Христос», конечно. Но на самом деле имя Иисус или Ягушуа «Яхвы спасет» было достаточно распространено и, можно сказать, даже популярно. Потому что был Иисус Новин, великий воин, великий вождь, пророк. И поэтому некоторых детей называли именем Ягушуа или Иисус. Потом уже это имя как-то так затерялось, хотя на Западе по сей день есть люди, которые носят имя Джошуа. А Джошуа – это как раз Иисус, но только Иисус Новин в еврейском произношении. Так вот, Иисус, который здесь упомянут, это, конечно, не Иисус Христос. Это первосвященник, который был во времена возвращения евреев из плена. Евреи вернулись из плена, построили жертвенник и начали обживаться. Руководителем этих переселенцев, светским руководителем этих переселенцев, был человек, которого звали Зарававель. Зарававель был потомок царя Давида, но только он уже не был царем. Он был князем на уровень меньше. Его назначила персидская администрация, он пришел. Да, он какое-то время управлял, но затем все это управление прекратилось, и он не передал династически своим потомкам право управлять еврейским народом. То есть Зарававель, наверное, был самый последний человек из рода Давида, который имел хоть какую-то власть. Следующий – это был уже Господь наш Иисус Христос. Итак, пророк обращается к Иисусу, и он говорит о некой отрасли. Что это за отрасль? Кто начитан в Ветхом Завете, конечно же, сразу узнают текст и текст про отрасль, потому что в книге про Каиса и Пятого Евангелиста, Петхозаветного Евангелиста, есть слова о том, что произойдет отрасль от корня Иисеева. Здесь, конечно, намек на потомка царя Давида, и даже более точнее, потомка отца царя Давида, которого звали как раз Иисей. Так вот, здесь идет речь об отрасли. И здесь, естественно, сразу так, ага, ну, наверное, вот это та самая отрасль, которая в книге про Каиса и да, это та самая отрасль, это потомок царя Давида, царя его отца Иисея. Но вот здесь есть определенная трудность в этом тексте, которая на самом деле объясняется. Смотрите, если читать этот текст буквально и смотреть там третью главу и последующие главы, то становится ясным, что, скорее всего, здесь речь идет все-таки о Зарававеле, что он насван этой отраслью. Да, действительно, Зарававель подходит, он действительно отрасль от корня Иисеева, он потомок Иисея и потомок царя Давида. Но вот те описания, которые прилагаются к Зарававелю, к отрасли, они точно не подходят к тому Зарававелю, который был во времена возвращения из плена. Он не исполнил того, что там обещано, что ему там благословляется и что с ним будет. И вот здесь экзегеты сходятся во мнениях, что речь здесь идет о так называемом пророчестве дайного исполнения. Пророчество дайного исполнения – это такой вид ветхозаветных пророчеств, который исполнилось как бы дважды. Первый раз буквально, но не полностью. Второй раз не буквально, но полностью. Вот здесь такое пророчество. Исполнилось ли оно буквально? Да, Зарававель – это потомок царя Давида, это отрасль. Но исполнилось ли оно полностью? Нет, не исполнилось, потому что Зарававель не стал тем, кто здесь описан. Поэтому оно второй раз исполняется. Исполняется не буквально, но полностью. Полностью на Христе, потому что Христос – действительно отрасль потомок царя Давида. Дальше идет речь о камне. Вот что за камень, экзегеты толкают по-разному. Одни экзегеты говорят, что здесь речь идет о храме, который должен был быть построен, но и сейчас не построен, потому что здесь там упоминается, на камне всем будет начертание. Но это как бы намек на храм, который должен быть построен, но еще не построен. Другие же продолжают мессианское прочтение, говорят, что этот камень – это Христос. Потому что Христос иногда себя сравнивал с камнем. Краеугольный камень или еще такое очень интересное сравнение, что Христос – это такой камень притыкания. Одни на нем спотыкаются, а другие, если попадут под этот камень, они будут раздавлены. Поэтому, возможно, здесь можно прочитать, что это указание на мессию. Камень есть мессия. Значит, на этом камне семь очей, семь – число полноты, и можно понять либо как полноту благодати Святого Духа, который имел мессия, либо как всеведение, потому что семь – это цифра полноты. «Изглажу грех земли сей в один день». Мы знаем, какой это день, в котором были изглажены все грехи человечества. Это день, когда был распит Христос. Далее, в 10 стихе, говорится о том, что будете друг друга приглашать под виноградник и под смоковницу. Вот этот вот образ «пойдем под виноградник, пойдем под смоковницу» – это образ мирной жизни. Значит, и можно понять так, что после смерти Христа люди будут жить мирно. Но на самом деле этого нет, и мы это прекрасно видим. Христиане между собой воюют, и православные между собой воюют. Какой же здесь мир? Смотрите, мир все-таки настал. Это мир между Богом и людьми. Хорошо. Следующее пророчество находится в 6 главе, в 12-13 стихе, но можно прочитать еще с 9 стиха. Здесь тоже речь идет об отрасли. И она дополняет то пророчество, которое находилось в 3 главе. «И было слово Господне ко мне. Возьми у пришедших из плена Хилдая, Тавею и Едая, и пойди в тот самый день, вводи в дом Иосии сына Сафонева, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы. Возложена голову Иисуса сына Иоседекова Иерея Великого. И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасли, он произойдет в свои корни и создат храм Господень. Он создат храм Господень и примет в славу веселье, и будет плодычествовать на престоле своем между теми и другими». Давайте здесь разберемся. Здесь отрасли тоже являются пророчеством об Иисусе Христе. Хотя, если буквально читать, конечно, это речь о Зарававиле. Итак, пророк говорит, что нужно сделать венцы. Эти венцы нужно надеть, возложить. И дальше речь идет как раз об этой отрасли, которая произойдет из своего корня, то есть произойдет из рода Давидова. Дальше очень важна речь о том, что будет создан храм Господень, и отрасль будет царствовать на престоле своем. При Зарававиле началось строительство храма, но храм был построен, а Зарававиль или его потомки не стали царями. Раз. Более того, здесь речь идет о том, что отрасль будет священником. Ни один из ветхозаветных царей священником быть не мог. Это было запрещено, потому что священники были из рода Аарона, а цари были из рода Давида. И только в Иисусе Христе соединилось два служения. Служение царя и служение священника. Царь как царь, царство небесное, царство божьего, священник как тот, кто принес самую лучшую жертву самого себя. Следующий отрывок, вот этот отрывок наверняка вам знаком, хотя, конечно, в новозаветном, в новозаветной интерпретации. Это 9 глава, 9 стих. Понятно, что здесь пророчество о входе Господнего в Иерусалим, но давайте на этом отрывке остановимся и попробуем понять, почему Христос въезжает в Иерусалим на ослики. Что здесь интересно? Вот Христос один раз въехал на ослики в Иерусалим. Его встретили. Но ведь Христос въехал в Иерусалим, какое-то время побыл в Иерусалиме, а потом вышел из Иерусалима. И на следующий день опять вошел. И снова вышел. И так продолжалось до Тайной Вечи. Он входил и выходил. Почему Христос въехал? Ну, можно, конечно, сказать, что он устал и там решил поехать. Ну, нет, это не об этом. Некоторые объясняют так. Христос въезжает в Иерусалим из-за скромности. Он мог въехать на боевом коне или на верблюде, но он въехал на ослики. Вот там скромность его показал. Ну, может быть, это сейчас покажется так немножко шокирующим, но что-что, а у Христа скромности не было. Давайте вчитаемся, что говорит Христос о самом себе. И если вы читали Евангелие, вы прекрасно знаете, как Христос говорит о себе. Ну, уж точно не скромность. Слово «кроткий» — это мирный. Кроткий, мирный, мезобивый. Ну, не про скромность здесь речь идет. Почему Христос въезжает в Иерусалим на ослике? Ответ очень простой, ну и как бы объяснимый. Когда царь выезжал на войну, он выезжал, сидя на боевом коне. Когда же он возвращался в свой родной город и с победою, то он пересаживался с боевого животного на животное мирное. И вот это мирное животное, с этим мирным животным, он входил в свой родной город. Христос, входя в Иерусалим, повторил именно это. Он входит в свой родной город, он царь, и поэтому он выезжает на ослике. Вот то, что хотел сказать Христос, было понято жителями Иерусалима. Они, когда увидели, как Христос выезжает на ослике, они стали его приветствовать как царя. Вот, хорошо. Следующий отрывок находится в 11 главе, и он, возможно, вам покажется знакомым, но в то же время тоже есть свои особенности, свои сложности в толковании. Итак, 11 глава с 10 по 13 стих. «И возьмусь же за мой благоволение, и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожит будет тот день, и тогда узнает бедный завет, ожидающий меня, что это слово Господне». Здесь мы, давайте на секундочку остановимся, о чем здесь идет речь? О том, что Бог уничтожает тот завет, или даже точнее те заветы, которые были раньше, и вводит новый завет. Мы это знаем, что так действительно и было, что Господь отменил Ветхий завет и ввел новый. Кто такие бедные из овец, ожидающих меня? Вот здесь давайте тоже такая интересная штука. Смотрите. Иногда нас, христиан, называют «вы овцы». И как бы намекая на то, что христиане – это что-то такое глупое, безвольное и все такое прочее. Если ты не общаешься с овечками, то так действительно и кажется, что овца – это что-то такое тупое, глупое, неинтересное животное. Но если люди занимаются овцеводством, они знают, что овцы имеют одно свойство – они нуждаются в защите. И поэтому, когда мы говорим о том, что мы овцы пажить его, овцы его пастбища, то мы как бы подчеркиваем – мы зависим от Бога, и мы нуждаемся в Божьей защите. Теперь про бедных. На самом деле бедные, которые здесь упомянуты, это не бедные, у которых денег мало или у которых не хватает каких-то знаний или еще чего-нибудь. Нет, бедные – это те люди, которые чувствуют свою зависимость от Бога. Как бедные чувствуют свою зависимость от жертвователя, от мецената, который бросает деньги, так и те, которые считают себя бедными, чувствуют свою зависимость от Бога. Мы давайте с вами сегодня прервемся. Мы продолжим с вами изучать книгу про Казахария в следующий раз. Сейчас я напоминаю, что мы с вами были на библейском портале exeget.ru. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Спасибо за внимание. Всего доброго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok